По информации Министерства соцразвития, средняя продолжительность жизни в Ульяновской области на конец 2020-го составила 74 года. Это больше, чем в целом по стране, но, как отметил губернатор Сергей Морозов, есть к чему стремиться. В Ульяновской области внимание к пенсионерам всестороннее. Так, в 2019 году была утверждена программа повышения качества жизни пожилых граждан. В нее входит как профилактика и диспансеризация, так и гериатрическая помощь. Нужно начинать соотношение к взрослым, к родителям, к бабушкам, к дедушкам. Мы должны с вами заботиться о их долгой, активной, счастливой жизни. Поэтому будьте добры, начинайте готовиться. В прошлом году в регионе активно работали мобильные бригады. Медицинские и социальные работники успели посетить более 15 тысяч граждан старшего поколения. Увеличили количество коек и гериатрического профиля в госпитале ветерана ФОИН. 228 центров активного долголетия активно осуществляли прием старшего поколения. В этом году в сельской местности совместно с Министерством соцзащиты мы запустим проект «Медицинский автобус». Суть достаточно простая. Это доставка жителей старшего поколения от места жительства на уровень районной больницы для проходения диспансеризации профилактических медицинских осмотров при необходимости маммографии, флюорографии, ну и, соответственно, лабораторных клиентов. К слову о будущих планах реализации программы. В ближайшее время в Большиногаткинской, Сурской, Сенгелевской и Новоульяновской больницах появятся 4 кабинета врача-гериатра. Это значительно облегчит жизнь пенсионерам в сельских районах. На базе госпиталя ветерана ФОИН заработает Центр охраны здоровья граждан старшего поколения. Уже к апрелю планируется сменить направление работы и акцентировать внимание на пенсионерах. В структуру будут входить вообще все учреждения первичного звена. Будет входить как же и наш геронатологический центр, стационар, геронатологическое отделение нашего госпиталя, консультативная клиника нашего госпиталя. И созданы работы школы пожилого человека, школы нарушения памяти. Для улучшения жизни бабушек и дедушек в регионе существуют центры долголетия. С этого года они начали свою работу в формате «Мой социальный центр», где для посетителей планируют сформировать группы семейного отдыха и открыть уличные сцены. Теперь центры работают до 8 вечера без выходных. Подобные учреждения оснастят необходимым оборудованием и мебелью. На эти расходы выделены свыше 5 миллионов рублей.